Всем привет! Сегодня будет очень интересное видео. Нахожусь я сейчас в Париже. Наверное там у меня бардак, да, сзади? Я просто тут сделал перестановку, еле поселился в отель, не было мест, вообще где-то в какой-то жопе Парижа я сейчас нахожусь. Переставил стол, выход на сад, люди вот на меня смотрят. Я не знаю как со светом будет, потому что я не могу посмотреть как снимает камера. Хотел бы поговорить о плохих людях, нет не о плохих людях, я хотел бы обсудить с вами отношения, как я отношусь вот к плохим людям и как правильно мотивироваться. И хотел бы поговорить о тех людях, которые меня вдохновляют. Вы очень часто меня спрашивали, какие люди меня вдохновляют. Вначале хотел бы сказать пару слов о ситуации, которая сейчас происходит с трансформатором. Вы наверняка ее знаете, люди мне задают вопросы. Как сказал Евгений Черняк? Кстати, подпишитесь на его канал, очень классный канал. Чуть позже о нем расскажу. Если вас какой-то человек мотивирует, извлекайте только мотивацию. Это кстати и мой подход тоже. Вот смотрите, ребята. Если вас какой-то блогер мотивирует и раньше мотивировал, берите только пользу. Даже в плохих людях есть много пользы. У них есть тоже хорошая сторона. Вы в свою жизнь должны брать пользу, а не негатив. Как у нас происходит? Если в нашей жизни дерьмо, у большинства людей так, происходит какое-то дерьмо, что люди делают с этим дерьмом? Я не говорю о проблемах. Если проблемы в жизни, их нужно решать. А если в жизни дерьмо, большинство людей копаются в этом дерьме. Это неправильно. Смотрите, какой мой подход. Если в моей жизни дерьмо, я не лезу в это дерьмо. Я просто ухожу, я просто оставляю это дерьмо. Я вообще никак на это дерьмо не реагирую. Вот это вот правильный подход. А если в вашей жизни есть позитив, извлекайте оттуда максимум. Если вы даже сможете в плохих людях находить позитив, извлекайте оттуда максимум. Мотивируйтесь этим. Мотивируйтесь позитивом, а не дерьмом. Так же и с новостями. Есть куча всякого дерьма в новостях, но можно извлекать пользу. Я не говорю, что не нужно смотреть новости, потому что там сплошной негатив. Вы должны знать, как бы, все, что происходит. Вы должны для себя максимально полезно, можно сказать, на это реагировать. Я никогда не делаю поспешных выводов и никогда не сужу о людях вот сразу же по первому впечатлению. Но если я извлекаю откуда-то пользу, я ее применяю в свою жизнь. Мотивируйтесь полезным. Теперь по поводу людей, которые меня мотивируют, на которых я ровняюсь. Касательно денег, это Уоррен Баффет. Мне нравится его долгосрочный способ инвестирования. Все богатые и успешные люди работают на перспективу. У них не стоит задача. Сейчас быстро заработать деньги. Некоторые люди инвестируют на десятки лет, на 20 лет. А некоторые богатые люди инвестируют и знают, что за года их жизни этот бизнес даже не окупится. Но они инвестируют. Инвестируют в будущее. Какие каналы я смотрю? Я смотрю Оскара Хартмана. Меня он очень мотивирует. Меня очень мотивирует Евгений Черняк. Меня мотивирует Войтенко. Мы с вами создаем правильное окружение. Вот эти вот каналы наконец-то создают правильное окружение. И правильную несут информацию. Нам сейчас с вами очень повезло, что есть такие каналы. Что мы с вами можем слушать миллионеров, миллиардеров. Раньше такой возможности у нас не было. Раньше YouTube была сплошная помойка. Раньше на YouTube был сплошной разврат. Все бухают, все рыгают. Вот такой был контент. А сейчас столько полезного контента. Столько можно извлекать из этого пользы. У Евгения Черняка я хочу, кстати, научиться правильному общению. Потому что сейчас для меня до сих пор трудно излагать мысль. Вы могли видеть меня еще два года назад, да? Каким я был. Я тогда вообще не умел правильно, блин, общаться. Сейчас тоже у меня с этим трудности. Я очень много записываю дублей. А вот смотрю на Евгения Черняка, смотрю, как он общается, как он общался на бизнес-концентрате вживую. Он очень толково может вот изложить мысль из первого раза. Я ее тоже могу толково изложить, но с разы десятого, блин. Правильно все обдумать и конструктивно вот до вас ее донести. Так что я продолжаю этому учиться. Также учусь русскому языку, потому что вначале для меня тоже было сложно разговаривать на русском. Это не мой родной язык. Но с каждым разом я становлюсь опытнее и опытнее. И учиться никогда не поздно. Всегда учитесь. Никогда, блин, не ставьте себя в позицию, что вы все знаете лучше всех, что вы самый умный. Поверьте, есть намного умнее вас ребята. Намного есть умнее ребята меня. И я буду их слушать, я буду у них учиться. Также меня мотивирует Тони Роббинс. Я хочу научиться быть таким же харизматичным, как он. Хочу правильно общаться с аудиторией. Учусь у него тому, как он ведет себя на сцене. Потому что вот я проводил свои первые семинары. Вроде бы все проходило отлично, да. Но я себя все равно неловко чувствовал. Потому что это мой первый опыт. Я безумно переживал. Конечно же, у Тони Роббинса опыта 40 лет. Но все равно нужно смотреть на лучших. Вы никогда не научитесь, если будете смотреть на таких же, как вы. Смотрите всегда на лучших. Смотрите на тех, кто выше вас. По деньгам, по развитию, да по всем. Чем больше я развиваюсь, чем больше работаю над собой, чем больше выпускаю видео. Тем, понятное дело, у меня меняются взгляды. Я хочу уже давать полезный контент. Я хочу нести пользу не только вот в торговле, да, в трейдинге. Я хочу нести глобальную пользу. Я хочу помогать людям вот по жизни. Хейтеры могут мне сказать, да что ты нам втираешь. Просто я хочу вам сказать. Я тоже раньше так думал. Смотрел на других ребят, но теперь понял одно, что если я не на их месте, я не могу рассуждать так, как они. Теперь я дорос до этого уровня, и мне реально хочется давать пользу. Меня мотивирует, когда вы говорите, давай только вперед, мы ждем от тебя полезного контента. Только твой канал меня мотивирует. Я изменил жизнь. И это заставляет меня выпускать для вас видео. Вот только это. А чем больше таких комментов, тем больше у меня как бы вот этого вот чувства, которое заставляет меня двигаться вперед. Просто вот сейчас у меня уже большая аудитория, и я реально хочу для вас давать больше пользы, потому что к чему вообще все сводится? Заработок, путешествие, к чему? К чему мы вообще стремимся? Мы стремимся к счастью. Все сводится к тому, чтобы быть счастливыми людьми. Там не обязательно иметь много денег, не обязательно путешествовать, но если вас это мотивирует, если это делает вас счастливыми, вы должны этого хотеть, вы должны этого добиваться. Кстати, меня еще спрашивали, а какие минусы богатой жизни? Ты рассказываешь, как все хорошо, но есть же минусы. Да, есть минусы. Минусы в том, что появляются ненужные страхи, когда у тебя появляются деньги. У тебя совсем другие проблемы. Большие деньги, другие совсем проблемы. И ты их должен решать на совершенно другом уровне. Чем больше у меня популярности, тем больше у меня хейтеров, тем больше людей, не знаю, которые хотят, не знаю, ограбить, наверное, меня. И мне вот подписчики говорят, раз ты такой открытый, будь осторожнее. Ты все так показываешь нам свои счета, показываешь деньги. Я, конечно же, все это понимаю. Я понимаю, что мне нужно показывать, что не нужно показывать. Но все равно здесь растут риски. Также вот очень важная вещь, вот сейчас слушайте меня внимательно, с чем я столкнулся. Когда у тебя много денег, когда ты можешь себе все позволить, тебя не так уже радуют путешествия. Тебя не так уже радуют, например, другие рестораны. Я вот могу себе уже все позволить. Могу там на Мальдивы полететь, на Бали. Видел уже все это. И теперь в очередном путешествии, вот сейчас в Париже, я уже не испытываю столько радости от этого, как я испытывал в первые разы. Но это понятное дело. Но нужно учиться это все ценить. Вот почему я очень сосредоточился сейчас на благодарности. Потому что это очень важно. Нужно благодарить все. Благодарите и чувствуйте это. Вот этот вот стол, эту камеру, то, что я сейчас в Париже, то, что у меня есть деньги, то, что у меня есть здоровые родители, то, что у меня есть любимый человек, то, что я могу кого-то любить, то, что меня могут любить. Вот каждую мелочь, погоду, вот что сейчас классная погода, светит солнце. Это нужно все благодарить и чувствовать. И вот сейчас не нужно никуда спешить, нужно остановиться и акцентировать внимание на простых вещах. Потому что самые простые вещи приносят больше всего радости. Потому что, когда ты все уже в жизни попробовал, ты понимаешь, что радость в каждой мелочи. И вот когда реально вы настолько будете все ценить, вот тогда вы реально будете на 100% счастливы. Так что, ребята, вот чем больше вы будете добиваться успеха, ну это у меня так, я вот сейчас рассказываю со своей стороны. Чем больше я добиваюсь успеха, чем больше у меня становится денег, тем больше я испытываю потребности в том, чтобы отдавать. Потому что вот эти вот потребности я уже закрыл. Деньги, путешествия, я их уже закрыл. Я как бы уже не сильно к этому стремлюсь. Теперь я стремлюсь к пользе. Я хочу закрывать другие потребности. Я, кстати, отдельно запишу видео про пирамиду Маслоу. Вот там я все вам четко расскажу. И вот когда я это уже себе доказал, например, вот заработал деньги, кстати, никому ничего не доказывайте. Доказывайте только себе. Я это уже себе все доказал. И теперь я хочу себе уже доказать следующее, что я могу реально быть полезен людям. Потому что вот всего добиться, там заработать деньги, это одно. А вот быть полезным, изменить мир, вот это совсем другое. Это уже другая сторона. И теперь она мне интересна. Теперь я хочу двигаться в том направлении. Вот такое вот получилось видео. Я думаю, оно реально для вас было полезным, интересным. Всегда извлекайте максимальную пользу с моих видео. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр, за понимание. Спасибо, что остаетесь со мной. Я вас люблю. Подпишитесь на канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи. Пока.